Приобретая семена, все мы сталкиваемся с тем, что семян в пакетиках становится все меньше, стоят они все дороже, а качество непредсказуемо. Чтобы не остаться без урожая и не терять весной драгоценное время и деньги на повторное подсаживание, семена перед посадкой лучше прорастить или, по крайней мере, предварительно проверить на схожесть. Сегодня я хочу вам рассказать об отличном способе проращивания семян. Что нам для этого понадобится? Понадобится леечка и такая вот емкость для полива, понадобятся одноразовые тарелки, в данной упаковке 100 штук, понадобится перекись водорода, вот такие бумажные плотные полотенца, соответственно, отстоянная очищенная вода, простая, и те семена, которые вы хотите попробовать прорастить или которые уже пора сажать. А как эта установка работает, сейчас я вам продемонстрирую. Первое, что мы делаем, это добавляем в лейку с двумя литрами воды примерно 20 мг перекись водорода. Тщательно в лейке это все перемешиваем и наливаем вот такой дозатор для утюга, им будет пользоваться удобнее. Теперь в каждую отдельную тарелочку кладем сложенную вдвойне бумажную салфетку, немного ее смачиваем и насыпаем семян, тех, которые вам необходимы для проращивания и в том количестве, которое вам необходимо. Вот. И потом салфеткой накрываем сверху этой же и смачиваем уже окончательно. Салфетка впитывает достаточно много воды, но перелить не бойтесь, она постепенно будет испаряться. Чтобы запомнить, какие семена вы посадили, есть два способа. Можно вот таким маркером строительным на тарелочке, который мы сейчас будем укрывать, сделать надпись с информацией. Ну, например, свекла Бордо 237, фирмы Поиск и посажена 6.01.19. А можно просто взять и, к примеру, вот этот вот пакетик положить в ту тарелку, которую мы будем накрывать. Вот мы это сейчас сделали, маркер убираем и накрываем, накрываем нашу тарелку. У нас с вами получились вот такие пары тарелочек. Теперь складываем их в стопку. Причем, если у вас пакетик с семенами лежит на одной из пар, и вы кладете следующую пару сверху, то ничего класть не надо, тарелочки не слипнутся. А если же у вас, например, свои семена, собранные с огорода, и пакетика нет, то перед тем, как положить следующую пару, лучше положить в салфетку. Тогда тарелочки не будут слипаться, и вам удобнее будет проверять, как идет проращивание. Примерно таким образом. В этой стопочке находится 30 сортов овощей и корнеплодов, которые я решил в январе, в начале года проверить на всхожесть. И посмотреть, в какие сроки семена проклюнутся. Обязательно буду этот учет вести, и подведу итог в итоговой табличке. Важно, где наш проращиватель расположить. Всем известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому самое оптимальное место, например, у меня в комнате, это вот такая полочка на уровне лица у книжного шкафа. Здесь семенам будет комфортно, будет не слишком жарко и не так холодно, как на полу, например. Установка начала работать, и теперь наша с вами задача раз в день проверять, как идет процесс. И если вы проверяете семена на всхожесть, то фиксировать результат, а если вы проращиваете семена для посадки, то вовремя их заселять на грядки. Следует обратить внимание, на какой день семена проклевываются, и на крайний день, после которого их сажать сложно, не травмируя корневую систему. Пока вы смотрите, как протекает мой эксперимент по проверке семян на всхожесть, я хочу сказать пару слов о плюсах этого способа проращивания. Прежде всего, он очень компактен. Стопка, состоящая из пар тарелочек, занимает минимальное место на вашем столе, полке или подоконнике. Дешевле способы вряд ли можно придумать. Все комплектующие для испытания 50 сортов семян одновременно обойдутся вам максимум в 150-200 рублей. Причем пластиковые тарелочки можно использовать неоднократно, в течение многих лет. Семена нет необходимости предварительно обеззараживать, калибровать и проверять на всплытие в соленой воде. 10% раствор перекиси водорода и обеззаразит, и даст толчок для быстрого прорастания. Между двумя тарелочками создается и определенный парниковый эффект, что избавляет вас от постоянной возни с укрытиями, в том числе и с полиэтиленовых пакетов. Нет необходимости и в специальных табличках. Семена не смешаются и не перепутаются, и вся информация о них в любом объеме всегда под рукой. В отличие от проращивания на ватных дисках, губках и туалетной бумаге, прорастающие семена не вырастают в плотные бумажные полотенца и не мешают друг другу. Даже в нижних тарелках стопки проращивателя быстро растущая корневая система не травмируется, благодаря небольшому весу всей конструкции. Очень легко и удобно контролировать весь процесс, а также нет проблем с транспортировкой, например, из квартиры на дачу. В общем, этот метод избавит вас от многих заморочек, лишних действий и от пустой траты денег, семян, времени и сил. Проведя похожий эксперимент со своими семенами еще зимой, не дожидаясь посевных месяцев, вы можете составить для себя такие или похожие таблички. Они будут служить вам шпаргалкой для правильного выбора срока начала проращивания и подскажут, какие семена лучше не использовать и заранее заменить другими. Если мой способ проращивания и ролик вам понравились, не забудьте поднять большой палец вверх и подписывайтесь на мой канал Сад и Огород в Мешках. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...